Если на позапрошлой неделе главным ньюсмейкером оказался 300-й Land Cruiser, то неделя минувшая прошла под знаменем Hyundai Creta второго поколения. На премьеру последней вызвали едва ли не всех автожурналистов России, так что говорить и писать об этой машине будут еще долго. Ну а мы оперативно сделали короткий, но внятный обзор Creta. Столь же внятно мы рассказали про будущий Geely Atlas Pro и другие кроссоверы. Среди них обновленные BMW X3, Lexus NX, Subaru Forester и Opel Grandland. А еще мы вдумчиво докопались до истины, что же значит для рядового автомобилиста решение Госдумы отвязать техосмотр от полиса ОСАГО. Мы снова в городе Санкт-Петербурге, северной автомобильной столицы России, чтобы познакомиться с новым вторым поколением Hyundai Creta, массовое производство которой развернется здесь уже с 1 июля. До России Creta добиралась долго. В Китае этот автомобиль, правда под именем AX25, продают уже больше двух лет, а в Индии с весны прошлого года. Впрочем, нам полагается не полностью скопированный, а слегка подправленный вариант кроссовера. У нашей машины оригинальные бамперы и решетка радиатора, плюс задние фонари немного иной формы. Из-за новой оптики также пришлось перерисовать крышку багажника, а заодно переставить дополнительный стоп-сигнал повыше, на лезвие спойлера. Но это все отличие от индийской и китайской версий. От предшественницы же вторая крета отличается слегка подросшими габаритами. Клиренс сохранился на прежнем уровне, объем бензобака уменьшился, а литраж багажника увеличился. О технике скажем коротко, все будет как раньше. Моторы, трансмиссии, подвески, техника хорошо знакома, что наверняка понравится нашей публике. Соответственно, динамические характеристики можно списать со старого поколения. Любую связку мотора и коробки можно выбрать и с передним, и с полным приводом. Любопытно, что дорогие версии заполучили систему, которая изменяет характер движения автомобиля. Экологичный, нормальный и спортивный. Салон практически идентичен индийскому, что для нас хорошо. У китайского вместо центральной консоли стоит огромная доска тачскрина, с которого предлагается управлять всеми функциями, включая управление микроклиматом. В наших широтах сенсорные экраны морозной зимой не всегда работают как положено. Поэтому традиционный блок климатики и батарея горячих кнопок – решение, безусловно, правильное. На выбор будут доступны пять комплектаций, плюс одна приветственная, на основе максимальной. Наполнение не раскрыто, но презентационные экземпляры щеголяли панорамными крышами, премиальной акустикой и другими интересными опциями. Интересно, что первая Крета до сих пор остается на конвейере, а начало массового выпуска второй запланировано на 1 июля. Секретом о новой Крете осталась разве что цена. Обещано, что машина не должна сильно подорожать, но точные цены мы узнаем не раньше июля, а у дилеров автомобили появятся в августе. В свою очередь, российский филиал компании Geely полным ходом готовит старт продаж обновленного кроссовера Atlas Pro, который должен состояться до конца июня. Как выяснилось, в нашу страну кроссовер придет в мягкогибридной версии. У нее под капотом скрывается кулрэевский полуторалитровый турбомотор, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором и литиево-ионным аккумулятором. На электрический двигатель возложена работа системы старт-стоп, а также выдача дополнительных 50 ньютон-метров крутящего момента при начале разгона. Так что Atlas Pro должен быть достаточно бодрым. Такой Geely имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач. Это так называемая мокрая трансмиссия, у которой пара сцеплений находится внутри масляной ванны. Полный привод построен вокруг многодисковой муфты. В плане других обновлений гарантированы подретушированная внешность и радикально перекроенный салон. Обещано, что по качеству отделки он не уступит Тугелле, которую сама компания Geely считает премиальной моделью. Плюс, разумеется, Pro-версии досталась целая упаковка современной электроники. При этом убирать дореформенный Atlas представительство компании не планирует. У него останутся простые турбированные и атмосферные моторы, безо всяких гибридных надстроек. Опель, презентуя второе поколение Мокки, сразу заявил, что оно задаст стиль всем будущим моделям марки. Поэтому фирменный визор, объединивший фару и решетки, сначала перепал Кроссленду, а теперь и Грандленду. Ради нового передка последний даже заказал новые капоты-крылья, что здорово взбодрило достаточно пресный дизайн кроссовера. В салоне команда британца Марка Адамса тоже прошлась мощным катком по былому консерватизму. Вместо скучного интерьера «Мечта консерватора» появилась новая передняя панель, которую венчает грандиозный экран. В Европе продажи обновленных кроссоверов начнутся будущей осенью, а следом новинка наверняка появится и в России. И снова об Opel'е. Нынешняя Astra была разработана во времена владычества General Motors, а значит скоро модели придется переехать на французскую платформу, что уже примерили хэтчбеки Peugeot 308 и DS4. Премьера не за горами, поэтому компания раскрыла несколько фрагментов будущей машины. На фотографиях мы видим вышеупомянутый визор и фирменный интерьер Pure Panel, выстроенный из двух экранов и минимума кнопок. Еще одна новость тоже пришла из Германии. BMW обновила родственные семейства X3 и X4. Не увидеть крупные сросшиеся ноздри решетки радиатора просто невозможно. А фанаты моделей обязательно отметят, что базовый обвес стал внедорожнее. Третьему X полагаются адаптивные светодиодные фары, а четвертому дорогущая матричная светотехника. Сами фары стали немножечко, но меньше, а у задних фонарей сменился световой рисунок. В интерьере даже базовых версий отныне присутствуют спортивные сидения, виртуальные приборы и трехзонный климат-контроль. За управление последним отвечает новый блок, ради чего дизайнерам пришлось немного перекомпоновать переднюю панель. Прайс-листы опубликованы, вот только реальные продажи стартуют аж под конец осени. К нам будут приходить машины строго американской сборки, поскольку калининградский автотор теперь делает лишь большие кроссоверы BMW X5, X6 и X7. А вот маленькая, но гордая марка Subaru провела обновление Форестера. Имея скромный бюджет, японцы поступили достаточно хитро, радикально изменив лишь форму фар. Благодаря этому рестайл выглядит свежее и оригинальнее. Салон дизайнеры оставили без внимания, видимо, посчитав, что интерьер трехлетней давности по-прежнему актуален. А вот фирменный полуавтопилот потребовал апгрейда – комплекс электронных ассистентов. Оценить все эти новшества, а также перенастроенную подвеску, россияне смогут до конца этого года. Во всяком случае, российский офис марки уверен, что сможет привести рестайлинговый Форестер до новогодних праздников. Вообще, в современном маркетинге главное – не испугать прикормленного покупателя. Поэтому Lexus NX второго поколения больше похож на рестайлинговый вариант прошлого. Неудивительно, ведь формат и дизайн модели изначально вышли настолько удачными, что для семи из десяти покупателей это был первый автомобиль марки Lexus. Со сменой генерации форматы габариты остались прежними. При этом NX перебрался на самую свежую из тойотовских платформ, что принесло увеличенную колесную базу, пониженный центр тяжести, расширенную колею и современную электронику. Европейцев вдобавок порадует появление подзаряжаемого гибрида. Между прочим, это первый Lexus такого толка. Его максимальная мощность составляет 306 сил, а схожая по конструктиву неподключаемая установка выдает 244 силы. Нам бензоэлектрические машины ожидаемо не положены. Основную кассу соберут традиционные атмосферные версии мощностью 150 и 200 сил, а любителям горяченького припасут новейший турбомотор объемом 2,4 литра. Самой младшей версии полагается вариатор, а двум другим – 8-диапазонный автомат. Трансмиссия скроена по прежней схеме, правда, у многодисковой муфты появился преднатяг, из-за чего пресс-релиз теперь гордо именует полный привод постоянным. Было логичным предположить, что оформление салона сохранит прежний стиль, но нет. Новая дизайн-философия под названием «уздечка» принесла замысловатые линии и формы, а также большой, слегка повернутый тачскрин медиа-системы. При этом японцы наконец поняли, что экономить на мультимедийке нельзя, внедрив аж 14-дюймовый экран и шуструю начинку. Хотя базовый медиакомбайн имеет более скромный, но тоже немаленький дисплей на 9,8 дюйма. Сенсорные панели вместо кнопок – многоцветная контурная подсветка. Без этого нельзя представить современный премиум. Также не обошлось без такого фетиша всех автопроизводителей, как полуавтопилот. Так что NX продолжит пачками поставлять Лексусу всё новых и новых клиентов, даже учитывая, что новинка наверняка будет стоить хорошо за 3 миллиона рублей. Впрочем, точные цены планируют объявить только до конца лета, а старт продаж намечен на конец осени. Когда нам говорят Rolls-Royce Don't Black Badge, мы представляем себе кабриолет, окрашенный в глубокий чёрный цвет. Ну, black – это же чёрный. Однако автомобили этой серии могут быть совершенно другими. Яркими, сочными, летними. Особенно если речь идёт об оттенках Neon Lights – новой коллекции, представленной компанией Rolls-Royce. Минувшей осенью компания Rolls-Royce презентовала необычную палитру цветов окраски кузова Neon Knights. Три насыщенных оттенка разработали для купе Raid, кабриолет Адон и кроссовера Cullinan в версиях BlackBage. Поначалу речь шла исключительно о рынке Соединённых Штатов. Однако позже британцы скорректировали планы, расширив географию и увеличив тираж с 3 до 12 автомобилей. Я безумно счастлива, что нашей компании досталось представлять три из них. Это реально уникальная возможность. И все три, повторюсь, были проданы до момента приезда в Россию. Каждая модель линейки Neon Knights имеет свой смелый оттенок. Купе Raid окрасили в светло-зелёный цвет экзотической древесной лягушки из Австралии. Кабриолету Дон достался кораллово-красный коллер гавайского дерева Охия. Что же до кроссовера Cullinan, то он получил синий-фиолетовый оттенок южноамериканской бабочки. Правда, его увидеть вживую не удалось. Машину уже передали покупателю. Это разработка дизайнеров от завода Rolls-Royce Motor Cars. Наверное, это некое воплощение сумасшедших фантазий заводских дизайнеров. И имеет абсолютно сумасшедший успех на сегодняшний день. Все автомобили линейки Neon Knights проданы, а возобновлять производство лимитированной серии британцы не планируют. Впрочем, тем, кто хочет выделиться, дизайнеры Rolls-Royce всегда готовы сделать персональное предложение. Наконец, самое спорное, но при том самое обсуждаемое событие недели. В России кипят страсти вокруг обязательного техосмотра. Так, начальник российской ГИБДД Михаил Черников сделал удивительное заявление. Оказывается, МВД готова отменить обязательный технический контроль, сделав процедуру добровольной. МВД подготовила предложение в правительство Российской Федерации по внесению изменений в федеральный закон 170 о техническом осмотре и 196 по безопасности дорожного движения, где процедура прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложена сделать не обязательной, а добровольной. Это заявление вызвало целый шквал обсуждений, но осталось только словами. А следом случилось совсем фантастическое. Госдума приняла поправки об отвязывании полиса ОСАГО от диагностической карты. Если законопроект будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом России, то начнет работать 22 августа. С этого момента при заключении договора ОСАГО диагностическая карта, что выдается после техосмотра, больше не потребуется. Идея этих поправок принадлежит Российскому Союзу автостраховщиков, который испугался возможного коллапса. В России сейчас возник дефицит пунктов техосмотров, отвечающих более жестким требованиям, что были введены минувшей весной. Напомним, от операторов потребовали усиление производственно-технической базы. Машина теперь фотографируется, а диагностическая карта отныне подлежит заверению, усиленной электронной подписью. Важно уточнить, принятый закон никак не меняет статус техосмотра. То есть он остается обязательным для всех автомобилей. Хотя штраф за нарушение этого требования для владельцев легковушек пока не предусмотрен. При этом статья 14 закона об ОСАГО также остается неизменной. Это подразумевает следующее. С виновника ДТП страховщики при желании смогут взыскать сумму ущерба, если автомобиль ездил по дорогам без действующей диагностической карты. Кроме того, с 1 марта 2022 года вступает новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. С этого момента штрафовать за отсутствие техосмотра будут на 2000 рублей. Любопытно, что фиксацию нарушений планируется возложить на автоматические камеры. Притом штрафовать нарушителя смогут ежедневно. Это должно отбить всякое желание ездить, не имея диагностической карты. В любом случае, до следующей весны многие автомобилисты вряд ли захотят добровольно проходить техосмотр. Ведь пока нет жестких наказаний. Рассчитывать на людскую сознательность не приходится. Продолжение следует...